всем привет сегодня мы будем просто болтать и болтать мы будем сегодня о мыльной основе в кадре мы сегодня вдвоем потому что одно мне не справиться у меня женские мозги и не все я понимаю в этих сложных названиях так наверное многие из вас и сегодня мы хотим разобраться прежде всего составах в пользе вреде экономичности и что из этого всего можно сделать и предлагаю начать с того человека который собственно занимается производством мыльной основы уже много лет и который знает о мыльной основе наверное чуть больше чем даже некоторые продавцы этого продукта да а это у нас новая фасовка мыльной основы раньше были по 100 грамм а здесь сколько 250 миллилитров это стандартный флакон например для шампуня который стоит у каждого человека в ванной поэтому мы решили изменить нашу фасовку нет мы не не меняем фасовку 100 грамм она у нас существует но к этой фасовки мы в общем-то добавляем 250 грамм у нас есть еще один килограмм почему здесь налито больше здесь налито меньше потому что плотность разная вообще я должна у тебя вопросы задавать что ты мне задаешь тоже мне пришел преподаватель на экзамен плотность разная это здесь видите сколько пузырей поэтому она очень легкая здесь пузырей нет поэтому очень тяжелее вес одинаковый объем разум верно верно шеф и так расскажи же нам чем прекрасна наша слс-фри то есть слс-фри марки актив во первых это абсолютно нейтральная абсолютно универсальная база для создания твердого мыла литиевым способом методом горячего плавления гипоаллергенная обязательно что такое гипоаллергенная давайте разберемся гипо это значит мало аллергена то есть нет абсолютно не аллергенных продуктов есть мало аллергенные продукты которые подходят для большинства пользователей таковым относится прозрачная мыльная основа марки актив именно слс-фри продукт не содержит жестких поверхностно-активных веществ пенообразователь жесткие павы такие как лаурил сульфат натрия разница лаурил сульфат натрия и лаурет сульфат натрия принципиально в жесткости в агрессивном воздействии на кожу в том что при использовании лаурил сульфат натрия сохнут руки трескаются руки иногда они трескаются в кровь при долгой работе с мыльной основой которая содержит жесткие павы лаурил сульфат и так далее большое количество жестких павов техническое сырье иногда используют не мы иногда используют используют но не мы да поэтому возникают такие сложности при долгой работе с некачественной мыльной основой за этот продукт я могу отвечать и с уверенностью скажу что здесь используется только фармакопийное сырье что такое фармакопийное сырье пригодное для использования в фармакопии то есть в медицине не секрет что основные составляющие мыльное слово это вода глицерин и пропиленгликоль все эти три ингредиента используются в электронных сигаретах то есть одни и те же постучки курить практически будет дым в виде пузырьков поэтому фармакопийное сырье подходит для использования в медицинских целях и в косметических в том числе поэтому прозрачность мыльной основы пенообразование плавкость гибкость пластичность приятные ощущения на руках это все итоги того что в при производстве мыльной основы использованы только высококачественные ингредиенты с этой основой работают наши дети кое в двое с этой основой работают детские сады школы и абсолютно успешно благотворительной фонды благотворительный фонды в большом количестве но я не привык об этом говорить поэтому уверены в том что качество этого продукта абсолютно безопасно для использования детей чем принципиально отличается мыльная основа от мыла с нуля? Принципиально она не отличается ничем. Кто-то делает мыло с нуля на пальмовом масле или на кокосовом масле. По сути, мыльная основа – это тоже мыло с нуля, сделанное на основе пальмового масла. Только используем не пальмовое масло, а пальмовый стеарин, который получается из пальмового масла. Масло горит, стеарин тоже горит. Масло омыляется, стеарин тоже омыляется. То есть основной продукт, который получается при омылении стеариновой кислоты – это стеарат натрия. Основной продукт, который получается при омылении масел, допустим, пальмового масла, это пальмита от натрия Кокосовое масло, кака от натрия и так далее, и тому подобное То есть название эти можно найти на этикетке с обычной прозрачной основой СВС-фри? Конечно, допустим, вот мы читаем состав Вода, глицерин, натрий, стеарат То есть это омыленная стеариновая кислота, омыленное... Пальмовое масло Пальмовое масло, омыленный жир стеариновой кислоты, то есть жирные кислоты Пропиленгликоль как растворитель Лаурет натрия, это омыленная лауриновая кислота Лаурет сульфат, это слез, продукт полученный из кокосового масла Очень легкий, практически безвредный паф, который используется в шампунях, в зубных пастах В гелях для душа, в твердом мыле, в лайтовой косметике какой-то То есть это абсолютно универсальный продукт Если его ведущие производители мировые используют в зубных пастах Это говорит о том, что он не только снаружи может быть использован, но и на слизистых и так далее Но его многие боятся, имеет ли значение, что он стоит последним на этикетке? Конечно, чем дальше наименование или тот или иной ингредиент стоит в составе, тем меньше его содержится в составе То есть когда мы омыляем жирные кислоты, мы уже получаем паф, мы уже получаем мыло Небольшое добавление лавритсульфата позволяет сделать пену нежнее, ячейки пены более кремистые, более мелкие и более приятные на ощупь Почему в основном используют продукты кокосового и пальмового масла? Почему, например, костерку не используют в маловарении? Я имею в виду изготовление и основы Его можно использовать, для этого, допустим, есть мыльная основа, уже содержащая омыленные масла Если мы будем использовать в прозрачной мыльной основе, оно даст легкий оттенок Стеориновые и лауриновые кислоты, они в своем базовом состоянии белые Когда мы их омыляем, они тоже, стеорат и лаурат натрия, он белый Правильно, омыляем, не просто кое-как Просто не в кустарных условиях, абсолютно это сертифицированное производство, которое имеет соответствующие документы и проходит регулярные проверки и Роспотребнадзором, и иными контролирующими органами Продукция работает с детьми и это требует особенного, более пристального внимания, нежели продукт, приготовленный в кустарных условиях, не имеющий документов Производство которого постоянно переезжает с одной арендованной площадки на другую Выстроить септики, отстойники, выстроить всевозможные уровни фильтрации в арендованном помещении практически невозможно Поэтому при производстве в кустарных условиях соблюсти все эти требования достаточно проблематично Если мы говорим о стабильном производстве и о серьезном заводе, то это все предусмотрено еще на этапе строительства, на этапе проектирования помещения И вся эта работа потом сказывается на качестве, сказывается на дальнейших эксплуатационных свойств продукта, которые получаются Сказывается ли качество сырья на стоимости продукции? Потому что сейчас можно встретить на рынке совершенно разные предложения по мыльной основе И бывают такие предложения, которые, в общем-то, не вяжутся ни с какой логикой Безусловно, если провести аналогию с самым простым примером, допустим, с хлебом То хлеб можно сделать из муки самого худшего сорта, а можно сделать из муки первого сорта, высшего сорта и самого наилучшего Опять же, давайте разберем состав Основные составляющие это вода как растворитель, это глицерин, это пропиленгликоль и стеариновая кислота Глицерин дает прозрачность, пропиленгликоль растворяет, а мыльный стеарин стеарин дает жесткость, плотность и формообразование, скажем так Поэтому, если мы разберем эти составляющие по происхождению, то все это можно, безусловно, заменить на техническое сырье Глицерин используется в обогреваемых котлах Это может быть система отопления, это может быть варочное оборудование, это может быть оборудование, которое требует дополнительного нагрева Глицерин не вызывает ржавчину, он не вызывает окисление, он не вызывает образование накипи Он очень долго держит температуру и поэтому его часто используют менее качественный глицерин, более дешевый используют в системах отопления, в обогреваемых рубашках и так далее Пропиленгликоль в свою очередь тоже используется для обработки самолетов перед взлетом в зимнее время Используется для добавления в бетон при зимнем строительстве, чтобы не замерзал бетон, для того, чтобы стройку зимой не останавливать В воду добавляют пропиленгликоль и используют раствор на стройке Также в вымывающей жидкости часто используется пропиленгликоль, потому что он не замерзает Все это спирты, глицеины, пропиленгликоль и глюкоза, это все спирты, которые дают прозрачность, растворяют часть нерастворимых веществ И поэтому для того, чтобы сделать более дешевый продукт, можно его, конечно, можно его заменить на менее дорогие и фармакопийного качества продукты Остеоиновая кислота тоже используется и в свечах, и в кремах, и в строительных каких-то материалах и так далее Они разные виды? Да, 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 поэтому я веду к тому, что основополагающие ингредиенты при производстве мыльной основы Могут быть как фармакопийного качества, медицинского, так и сугубо технического качества Что влечет за собой соответствующее качество получаемого продукта Поэтому я все-таки рекомендую не гнаться за ценой, за низкой Потому что получить мерседес по стоимости жигулей, в принципе, невозможно И когда вы берете продукт дорогой, шансов в разы больше, что качество этого продукта будет соответственно... Дорогой это на сколько? Вообще разница примерно в сколько рублей? О какой разнице идет речь? Насколько я понимаю, это примерно 10% То есть это та разница, о которой даже сложно говорить Разница небольшая, если мы говорим о том, что средняя стоимость мыльной основы в розничном магазине порядка 250 рублей А средняя... 258 или... 258, да Я говорю среднерыночная стоимость Среднерыночная То можно найти, конечно, в розничных магазинах и по 200 рублей, и по 180 рублей Но качество этого продукта я бы поставил под сомнение и лишний раз перепроверил Прежде чем в первую очередь давать своим детям и давать лицам, у которых чувствительная кожа И когда-то была реакция на какие-то из ингредиентов Ты сейчас сказал о том, что глицерин это спирт Звучит очень страшно Действительно ли это так страшно? На самом деле ничего страшного Это химическое название, химическое направление, куда относятся глицерин, пропиленгликоль, глюкоза, сорбитол и так далее Мы используем растительный глицерин, который получается при омылении масел То есть те, кто делает мыло с нуля, они наверняка знают, что при омылении масла глицерин получается как производный продукт И небольшая часть глицерина всегда присутствует в мыле с нуля Поэтому смело можно отнести мыльную основу к своего рода мыло с нуля Потому что мы омыляем тоже жирные кислоты Там тоже образуется глицерин Тот глицерин, который мы добавляем дополнительно, он просто делает продукт прозрачным И составляет как комплексообразователь Он позволяет стеариновой кислоте и стеарату раствориться в объеме и приобрести ту форму, к которой мы все привыкли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok